По свеже уложенной асфальтовой дорожке на работу идет фельдшер Александр Гладков. В этом году он устроился на полную ставку в поликлинику Звенигорода. Александр, расскажите, почему Звенигород? Данный город влюбился сразу, пригласил друг отдыхать, увидел, прокатился и понял, что это мое место. Мужчина окончил Борисоглебский медколледж, но большую часть профессиональной карьеры строил в Москве. Купил жилье в Звенигороде, устроился в местную клинику. В Звенигороде мне очень нравится, так как я долгое время жил в Москве. Здесь я, наверное, отдыхаю душой и телом. Нет большого количества скоплений людей. Здесь можно заниматься не только какими-то спортивными видами спорта, но и здесь рядом природа, что не может не радовать. За плечами медика работа в МИД России. Александр входил в спецотделение, которое обслуживало только дипломатов и членов их семей. Много лет фельдшер трудился в Федеральном центре медицины «Катастроф». Побывал почти во всех уголках России. Звенигородцам достался фельдшер с бесценным опытом. Вы знаете, опытные специалисты нужны абсолютно везде. Независимо, это огромный мегаполис, столица наша, Москва, либо это Звенигород окраина. Любой человек, он имеет право на квалифицированную и, самое главное, правильную помощь. Поэтому данные специалисты, они нужны абсолютно везде. Александр вспоминает случай в поселке на Крайнем Севере, в котором налажил работу медпункта. Поступил мужчина с тяжелой травмой в груди. Состояние катастрофически ухудшалось. Фельдшер обратил внимание, что зрачки разного диаметра – симптом кровоизлияния в мозг. Значит, состояние ухудшается не из-за травмы в груди, а травму мужчина получил из-за инсульта. Наблюдательность медика помогла поставить правильный диагноз. С помощью военных нам дали вертушку. Мы его стабилизировали по состоянию и также мы его сопровождали до Большой Земли, где его уже ждала бригада реанимации. Он был прооперирован и жизнь человека сохранилась. Фельдшер быстро вписался в новый коллектив. Ежедневно обсуждает с руководством пациентов, по которым возникают какие-то вопросы. Коллеги ценят профессионализм Александра. Александр Алексеевич у нас очень ответственный и грамотный фельдшер на самом деле. Он у нас единственный парень в нашей неотложной команде средств девочек. Всегда на подхвате, всегда им поможет. И очень грамотно на самом деле относится к пациентам, за ними следит. Неотложная помощь – это когда медик доходит до человека в течение 24 часов после обращения. Основная работа фельдшера неотложной помощи – посещение пациентов на дому. За смену Александр успевает навестить до 20 человек. Ощутимая разгрузка для врача-терапевта. Мы – главная помощь терапевта, чтобы разгрузить поликлинику. Потому что у терапевта очень много работы, у него очень много обязанностей. И, наверное, фельдшер в данном процессе, он как раз пациентов разносит по разным кабинетам. Это будет грубо сказано. Ну, то есть сортирует их. Один из постоянных пациентов – Елена Алексеевна. Ей чуть за 80. Женщина беспокоит проблемы с сердцем и давлением. Несколько недель назад фельдшер назначил новую комбинацию лекарственных препаратов. И состояние стабилизировалось. Что меня устраивает, у меня раньше очень нестабильные были давления и пульс. А благодаря работе Александра Алексеевича у меня это все выровнялось. Я не могу сказать, что я стала молодая и здоровая. Но все-таки. Александр купил в Звенигороде квартиру. Перевез сюда супругу. Здесь всерьез планирует пустить корни. Но и о профессиональной карьере думает. В идеале, конечно, получить высшее образование медицинское. И заниматься уже медициной немножко с научной точки зрения. Так как опыт позволяет, возможно, в мечтах написать какую-нибудь работу, которая была бы полезна людям. А сейчас, пока на данный момент, свой багаж увеличивать. И с этим багажом опять идти к следующему пациенту. Тимур Гайсин, Илья Павлов, Звенигород, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... То есть.